Рыбалка под запретом Здравствуйте! В эфире новости Богучанского телевидения. В студии Александр Мажванов и обо всем более подробно. Главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца куличи Пасха. Крашеное яйцо – символ мира, обогренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающего к новой жизни. Кулич – символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне, в Страстную Субботу. Также на Пасху существует традиция, что любой желающий с благословением может позвонить в церковные колокола. Отменили итоги выборов. Богучанский районный суд решил отменить итоги голосования по выборам депутатов Законодательного собрания Края Третьего созыва на участке номер 997, который находится в поселке Таежный. Сегодня члены территориальной избирательной комиссии Богучанского района подписали повторный протокол итогов голосования и повторную сводную таблицу, но уже за исключением числа голосов с упомянутого избирательного участка. Так как количество проголосовавших в Таежном небольшое, отмена выборов на этом участке не повлияла на общий итог голосования по краю. Процент распределения мандатов среди депутатов остался без изменений. Напомню, что суд принял это решение на основании видеозаписи, где предположительно был зафиксирован вброс бюллетеней одним из членов избирательной комиссии. В район администрации прошло еженедельное совещание глав поселений и руководителей предприятий. Основные темы – начало сезона клещей и отчета о работе районной библиотеки. Подробности далее. В начале совещания прозвучало торжественное поздравление с юбилеем Александра Елендеева, главы Богучанского сельского совета. От главы района ему вручили почетную грамоту с пожеланиями успехов в работе. От Александра Вадимовича Бахтина. За высокий профессионализм, целеустремленность, грамотные подходы, понимание специфики работы, за умение эффективно решать самые актуальные проблемы и создавать оптимальные условия для слаженной работы администрации и сельского совета. Далее первый доклад прозвучал от главного врача центральной районной больницы Сергея Трофимчука. Он напомнил о том, чем опасен клещевой энцефалит. Клещевой энцефалит – это тяжелое вирусно-инфекционное заболевание человека, которое поражает все оболочки головного мозга человека при укусе клеща, непосредственно человека, клеща, который поражен вирусом. Клещевой энцефалит. Заболевание заканчивается часто инвалидизацией или смертью. Это очень тяжелое заболевание, которое в Бугучанском районе встречается. Если лет 10-15 назад у нас таких случаев не было, то теперь ежегодно 1-2 случая мы имеем, в том числе и смертельные. Опасность этого заболевания известна многим. Также давно известны способы, как можно избежать последствий заражения энцефалитом с помощью прививки. Однако до сих пор процент иммунизации остается низким из-за того, что прививка от этого заболевания не входит в обязательный календарь. Поэтому нужно самостоятельно позаботиться о заблаговременной иммунизации. Каждый гражданин, который считает необходимым прививаться, может приобрести вакцину непосредственно в аптеке. Если это происходит не более чем через 2 часа будет учитывая инъекция, значит можно просто ее положить в карман, прийти и сделать инъекцию. Если срок более 2 часов, нужно соблюсти режим хранения. Сейчас еще есть возможность провести экстренную вакцинацию, которая исключает инъекцию в осенний период. Период активности клещей уже близко, поэтому стоит поторопиться. Следующий доклад прозвучал от Татьяны Веремей, директора Центральной Бугучанской районной библиотеки, о работе заведения за отчетный период. Основной для дальнейшей деятельности библиотек является, конечно, привлечение населения в библиотеки. В целом по району охват населения библиотечным обслуживанием составляет 49%. По сравнению с прошлым годом это где-то плюс 0,4. По итогам работы прошедшего года услугами библиотек района воспользовалось 21 953 человека. Только в передвижных пунктах библиотеки выдано на руки более 18 тысяч книг. Число книг, выданных в простых библиотеках, измеряется десятками тысяч. А это значит, что библиотеки до сих пор пользуются популярностью и являются надежным источником различной информации. Александр Мажванов, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Браконьерство, руинное ловли – одно из самых массовых видов браконьерства. По некоторым данным, объемы незаконно выловленной рыбы достигают сотен килограмм в Богучанском, Кежинском и Мотыгинском районах. Служба рыбоохраны регулярно проводит рейдовые мероприятия, чтобы пересекать подобные преступления. Тем более, что скоро вступит в силу новый запрет на вылов некоторых видов рыб. Подробности далее. Там, где работает рыбоохрана, прямых дорог вряд ли найдешь. Браконьеры всегда стараются выбирать самое скрытое, недоступное посторонним место. Но все же, даже эти места уже знакомы инспекторам, поэтому скрыться от них нелегко. Рейды проводятся регулярно и почти в каждом рейде находятся нарушители. Цифры у статистики сухие, но говорят о многом. За прошлый год силами рыбоохраны проведено 127 рейдов. Сумма одних только штрафов 801 тысяча рублей. И составлено 394 административных дела за нарушение статьи 8.37. Это незаконная добыча водных биологических ресурсов. И 62 правонарушения по охране среды обитания водных биологических ресурсов. То есть загрязнение. В 17 случаях ущерб был настолько велик, что правонарушители попадают под уголовную статью. Всего в 2016 году было изъято более 600 килограммов рыбы ценных пород. Оценить реально причиненный ущерб природе в этом случае невероятно сложно. Чтобы помочь инспекторам в защите природных ресурсов, законом предусмотрены запреты на вылов рыбы. 20 апреля по 20 июня запрещена рыбалка всех водных биологических ресурсов. Значит разрешено только рыбалка с берега в черте населенного пункта удочкой с двумя крючками. 500 метров выше, 500 метров ниже от административных границ. Причем если на удочку удалось поймать тайменья, тугуна и еще несколько других ценных видов рыб, то независимо от физического повреждения рыба должна быть выпущена обратно в реку. И этот запрет уже не имеет временных ограничений. Александр Мажеванов, Максим Артыненко, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Попались на продаже просроченного пива. В магазине у Семена, осуществляющего деятельность в «Богучанах», была проведена проверка сотрудниками Роспотребнадзора на предмет соблюдения требований техрегламента. В результате надзорное ведомство установило, что в торговой точке доспускается реализация алкогольной продукции с стекшим сроком годности. Две партии алкогольной продукции объемом 10,5 литров снято с продажи. За выявленные нарушения должностное лицо оштрафовано на 5000 рублей. В адрес общества с ограниченной ответственностью выдано представление об устранении причины и условий, способствующих совершению административного правонарушения, как говорится в сообщении Пресс-службы Краевого Роспотребнадзора. Губернатор Виктор Толоконский выступил с ежегодным докладом перед депутатами законодательного собрания. Подробности в сюжете наших краевых коллег. В своем отчете Виктор Толоконский подробно остановился на социально-экономических показателях развития региона. Так, в 2016 году в качестве инвестиций удалось привлечь 419 миллиардов рублей. Это треть от всех инвестиций в Сибирском федеральном округе. А валовый региональный продукт вырос примерно на 27%. Глава региона рассказывает, в Крае в прошлом году выросла добыча золота, выработка электроэнергии, заготовка и переработка леса. Активно развиваются высокотехнологичные производства. Для нас принципиально важно развитие экономики в малых городах, повсеместно по территории края. Мы не можем строить политику развития, опираясь только на крупные промышленные комплексы. Поэтому в Ачинске новый завод по производству пропанта, в Каннске новые мощности по производству строительных материалов и лесопродукции. Очень уверенно развиваются в Диногорске предприятия техполимер, и его продукция уже становится лидером в той высокотехнологичной отрасли. Это для дорожного строительства, нефтегазовой, горнодобывающей промышленности. В прошлом году в Ачинске ввели в эксплуатацию перинатальный центр. Первые роженицы высоко оценили и квалификацию персонала, и новейшее оборудование. В Каннске и Ачинске были открыты засудистые центры. Продолжалась работа по модернизации поликлиник. В этом году ей также будет уделено пристальное внимание. Еще одна важная тема – сельское хозяйство. Наш край в ушедшем году удержал первенство в урожайности – более 25 центнеров с гектаром. В развитии отрасли играет роль и изменение государственной поддержки аграрии. Крестьянское фермерское хозяйство, семейные фермы, но там поддержка уже увеличивается на многом. У нас она составляет до 3 миллионов рублей. Если только семья наступает, или формирующийся фермер, то только приступая к своей работе, он может получить до этой цифры. Таким уже устоявшимся коллективом, которым могут претендовать, там сумма значительно выше. То есть там уже миллионы, десятки миллионов могут даваться на развитие. Виктор Толоконский остановился на самых разных темах – переселение из ветхого аварийного жилья, возведение объектов универсиады, ремонт дорог в крае. В прошлом году началась реконструкция Норильского аэропорта. Завершён ремонт первого участка взлетно-посадочной полосы длиной 720 метров. В то же время глава региона не скрывает – есть трудности, и над их решением нужно работать вместе. Проблема экологии, которая сегодня действительно задевает нас северные территории, вопросы взаимоотношения с недропользователями. Много он в своём докладе уделил внимания развитию коренных малочисленных народов. Сегодня меняется сама поддержка коренных малочисленных народов. В пособии компенсации мы переходим к производству, к развитию перерабатывающих предприятий, о чём говорил губернатор, переработки мяса дикого оленя, переработки рыбы. Это было всё отражено в докладе, и в этом направлении будем работать. В 2016 году край полностью выполнил все социальные обязательства перед населением. Повышение качества жизни, развитие промышленности и создание новых производств. Эти задачи останутся приоритетными и в 2017 году. В заключении своего выступления губернатор отметил, что все достижения – это в первую очередь заслуга простых людей, работающих в полях, на заводах, в школах и больницах. Именно благодаря их труду экономика края достигает новых высот. Анна Московских, Алексей Гусев, Максим Галат. Новости. Сейчас время рекламы, она будет недолго, не переключайтесь. 21 апреля. Гастроли Красноярского театра оперы и балета. 10.30 и 13.30. Музыкальная сказка «Зачем лисам? Заячьи уши». 19.00. Концерт солистов от оперы до эстрады. Билеты в кассе районного дома культуры «Янтарь». Семейный праздник, ремонт в квартире, горящая путевка. А в вашей жизни бывают непредвиденные ситуации, когда срочно нужны деньги до зарплаты. Получить краткосрочный займ в микрокредитной компании «Займ 21+.» Просто, быстро и удобно. Для оформления займа вам нужно прийти в офис, имея при себе паспорт или пенсионное удостоверение. Определить для вас оптимальную сумму займа, срок и сумму к возврату вам поможет наш специалист в офисе. Всегда можем погасить займ, раньше оговоренного в договоре срока. Приходите и сами убедитесь, что получить займ просто, быстро и удобно. В магазине «Смешные цены» новое поступление товара весенне-летнего сезона. Обувь мужская и женская, ветровки, туники, детская одежда, кожаные куртки, женские брюки и джинсы. У нас самый большой выбор товара в Богучанах. Наш адрес улица Андрея Толстых, 1, «Смешные цены». 130 юных художников из школы искусств Вогучанского, Каннского, Тосеевского района и города Минюнсинска приняли участие в зональном конкурсе детского художественного творчества «Ангарская палитра». Какие ребята стали самыми талантливыми, расскажем в сюжете. В детской школе искусств большой праздник. Здесь проводится ежегодный конкурс детского художественного творчества «Ангарская палитра». В этом году он проходит в рамках юбилея района. Наши участники – это шесть школ нашего района, а также школы искусств Каннского района, Тосеевского и город Минюнсинска. Вчера наше победительное жюри подвело итоги этого конкурса, определенные номинанты, победители. И сегодня у нас ждет наше торжественное мероприятие, на которое приглашены все участники этого конкурса, приглашены их преподаватели, родители, друзья, наши учащиеся. Сегодня на школе большой праздник. Всего на выставке было представлено 176 работ юных художников. Их оценивала компетентная жюри, в состав которого вошли ведущие преподаватели школ искусств района. Работ очень много, и причем работы практически все высокого качества. Очень сложно. Мы вчера работали в течение пяти часов. Было очень сложно выбрать, то есть выбирали самые лучшие из лучших, опять выбирали еще лучшие. У моих работ представлено 10 работ. Из них пять работ заняли места. Три первых, второе и третье. То есть я очень довольна своими воспитанниками. Перед торжественным награждением всех участников конкурса «Ангарская палитра» поприветствовала заместитель начальника управления культуры Богучанского района Ольга Любим. Пройдя по выставке и посмотрев все работы, не перестаешь удивляться, сколько вы труда, сколько вы души вкладываете в эти картины. Конкурс «Ангарская палитра» – это тот конкурс, который позволяет знакомиться вам друг с другом, развиваться в общем культурном пространстве. Выставка картин – это всегда праздник. Это возможность соприкоснуться с прекрасным. Живопись вызывает особые эмоции. Она завораживает своей красотой, и мы по-новому воспринимаем мир. Лучшими художниками в номинации «Живопись» стали Образцова Дарья, Ковшинина Галина, Каверзина Екатерина и Копейкин Дмитрий. Они получили дипломы лауреата в первой степени. С графики все начинается. Эскиз карандашом предшествует любому замыслу. Графические картины всегда завораживают. Свет и тень, день и ночь, белая и черная, линия, пятно, штрих, точка. Лучшими в номинации «Графика» стали Карамышева Дарья, Белоус, Валентина, Рукасуева Дарья и Ронжина Полина. Декоративно-прикладное творчество интересует многих детей. Новые креативные идеи они представили на выставке и лучшие получили свои награды. У Дашкина Светлана, Тесля Карина, Крикунова Таисия, Скурихина Валентина и Жерлицына Анжелика стали лауреатами первой степени конкурса «Ангарская палитра». Награждается Дайс Анастасия, учащаяся в Багучанской школе искусств. Лучшей в номинации «Скульптура» стала одна из воспитанниц Багучанской школы искусств Анастасия Дайс. Она работает во многих техниках и ей нравится придумывать что-то интересное и необычное. Садик любила рисовать, у меня всегда провела маму, и вот так занимаюсь с детства. Каждый присутствует по-своему хорошо, и у каждого своя техника, и каждый на своем уровне находится. Конкурс «Ангарская палитра» раскрывает юных талантливых художников и окунает нас в мир прекрасного искусства. Людмила Кочнева, Максим Мартынин, Котель компания «Спектр Багучана». 20 лет назад их связала любовь к народной песне. В минувшие выходные самодетельный народный ансамбль «Рябинушка» из поселка Манзе на сцене Дома культуры представил свой юбилейный концерт и принимал поздравления от гостей и жителей поселка. В числе зрителей была и наша съемочная группа. Говорят, бороют веселесты, какие песни в жизни так нелегка. И только женщины с душой артиста петь будут до последнего звонка. Пока мы живы, будем петь. Так назвали свой концерт юбиляры. В ансамбле 16 женщин во главе с руководителем и концертмейстером Галиной Левицкой. 20 лет назад попробовали себя в ансамблевом исполнении народных песен. Сдружились и по сей день вместе, и в жизни, и, конечно, на сцене. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда трудное время было, у нас был Гаев здесь, лист правоохозяйственного завета. Вот он предложил Лидии Горовне, подойди, говорит, Галина Михайловна, попроси ее. Ну, женщин надо организовать, сделать коллектив. Вот отсюда все и пошло. Мы начали сельском совете, мы не в клубе репетировали, в сельском совете пели. Потом потихоньку все шло, 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 и вот разрослись мы. Идут те, кто любит петь. Умеют они, не умеют. Как-то раньше брала, что... Ну, хотя бы немножко они что-то понимали. Нет. Идут все, кто любит петь, кто любит песню. Ни один концерт в Манзе не проходит без Рябинушки. Их песни лиричные, берущие за душу, являются настоящим украшением всех поселковых праздников. От всей души хочу поздравить с юбилеем всех присутствующих сегодня зданий. Потому как в течение 20 лет вы всегда встречали и провожали нашу Рябинушку большими коллективами. Вот и сейчас вы снова добрались. Огромное спасибо. Они, наш коллектив, долго к этому шли. И они, вот, мы гордимся ими, потому что сначала они были дипломанты, потом народные. Вот такие шаг за шагом мы прыгнули на это. Но я думаю, что это не предел. Они все равно будут еще повыше и повыше. Ну, сколько можно повыше. Поздравить коллектив с юбилеем приехала председатель районного совета депутатов Татьяна Брюханова. Ехала и думала о том, что такое красивое название, красота лепинушки, особенно осенью. Так вот эти женщины, женщины стоящие на сцене, они не только внешне красивые. Я думаю, вы все согласитесь с этим. Они красивые душой, потому что они через свою душу передают нам. И мы воспринимаем их песни тоже душой. Поэтому огромное вам спасибо за вашу душевность, за вашу красоту, за ваши победы, за ваши желания и стремления делать еще лучше. Светлана Ядрихинская, директор Дома культуры поселка Манзе, отметила, что женщины из Рябинушки не только отличные певицы, но и настоящие помощницы во всех культурных мероприятиях, которые проходят в поселке. Дорогой наш коллектив, вы для нас всегда являетесь примером, гордостью, вы наш вояк. Поздравлением присоединились коллеги из районного центра. Уважаемые друзья, разрешите от имени ваших коллег, всех сотрудников районного дома культуры «Янтарь» поздравить вас с замечательным юбилеем от всех самодеятельных коллективов нашего района. Примите самые искренние слова благодарности и пожелания на долгие-многие лета творческих вам успехов и новых достижений. Песнями и подарками поздравили женщин коллектива гости ансамбль «Гармония» из Чунояра, Александр Шматко из Красногоревского и народный хор «Русская песня из Бугучан». Школа искусств поселка в концерте представила произведение в исполнении оркестра. Ну а зрители тепло встречали виновниц торжества и поддерживали их аплодисментами. В финале прозвучала знаменитая песня в исполнении всех участников юбилейного концерта. С юбилеем мандзинцы уходили в приподнятом настроении и благодарили своих землячек. «Дружный, активный, поющий, неунывающий. Что еще можно сказать? Радостный. Доставляет радость населению. Хорошие мамы, хорошие бабушки. Я им чисто завидую. У меня такая работа, я не могу сама участвовать. Сама всю душу отдала. Спасибо». «Я постоянно посещаю с ней концерты. Мне нравится. Молодцы». Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр. Бугучаны». Еще один день рождения. 20 плюс 10. 30-летний юбилей отметил известный во всем районе хореографический ансамбль «Ангарята». Во все времена «Ангарята» являлись визитной карточкой Бугучанского района. Это ансамбль с великим прошлым и достойным настоящим. О том, каким был этот юбилейный вечер, расскажет Людмила Кочнева. Пока зрители рассаживаются в зале в предвкушении концерта, за кулицами царит особая атмосфера. Кто-то повторяет движения, проверяет костюмы, поправляет макияж, а кто-то просто настраивается. У ансамбля «Ангарята» сегодня особый день. Не просто концерты-выступления, а 30-летний юбилей. Поэтому все должно быть идеально. Хореографический ансамбль «Ангарята» с большой историей. С 1979 года коллектив возглавляла Алевтина Сорокина – молодой и талантливый хореограф. Благодаря ей «Ангарята» стали визитной карточкой Бугучан. Ансамбль гастролировал по всему Бугучанскому району, совершал круиз по Енисею и даже покорял Москву. Это есть «Ангарята», но просто уже раньше танцы были другие или так. Ездили мы кругом везде. И в Москве были, и в Краснодаре были. Но «Ангарята» – это, как вам сказать, любимые мои. Люблю ей всех «Ангарята». В 1999 году ансамбль отпраздновал свое 20-летие, но через некоторое время распался. Возродила «Ангарят» Ирина Мирошникова. И вот уже на протяжении 10 лет она является руководителем этого ансамбля. На сегодняшний день «Ангарята» имеют множество побед различных уровней. Они являются лауреатами районных, краевых, всесибирских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Я хочу вами гордиться весь Багучанский район. Приезжая в Министерство культуры, так знаем мы ваших «Ангарят» не только знаем, а еще и любим. Поэтому вы – определенная визитная карточка по хореографии нашего Багучанского района, Красноярского края. Сейчас в ансамбле занимается более 100 ребят. Его репертуар богат яркими постановками от классического танца до современного. Но излюбленным направлением все же является народный танец. В нем танцуют не только тело, но и душа. Взяли на себя большую смелость соединить эту историю прошлых «Ангарят» и нынешних «Ангарят». Это, конечно, стоило большой смелости, потому что «Ангарята» были брендами, брендом Багучан. К этому рубежу десятилетия, конечно, уже образовались и старшая группа, которая мастера просто своего дела, я их люблю, я ими сама восхищаюсь. Я все время своим родителям говорю, что вы приходите на концерты любоваться своими детьми, а я ими любуюсь каждый день. Настоящим подарком к юбилею стало выступление выпускников ансамбля, которые спустя почти 20 лет вновь вышли на сцену. Они подарили свой танец первому руководителю ансамбля – Олевтине Сорокиной. В 30-летний юбилей ансамбля со сцены звучали нескончаемые поздравления и восхищения творчеством коллектива. «Я хотел бы пожелать ангарятам неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, новых успехов и достижений в таком непростом труде и искусстве, которое они себе выбрали. С праздником! С юбилеем!» Этот 30-летний юбилей стал большим событием для всех тех, кто является частью этой семьи – семьи ангарят. Людмила Кочнева, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Багучаны». И это были все новости на сегодня. Все наши выпуски вы можете смотреть на нашем сайте tv-spektr10.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. 21 апреля. Гастроли Красноярского театра оперы и балета. 10.30 и 13.30 – музыкальная сказка «Зачем лисам? Зайчьи уши». 19.00 – концерт солистов от оперы до эстрады. Билеты в кассе районного дома культуры «Янтарь». Каждую минуту в стране приумножается количество несчастных случаев. Сделай свой выбор. Позаботься о своей безопасности. Ах ты паршивец я-таки! Ни на минуту одного нельзя оставить! Руки бы тебе поотрывать! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка, марш! В угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить! Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя. КПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ Регистрируйте ваш автомобиль на сайте госуслуги.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин ГОСУСЛУГИ.РУ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова